В диссертации, согласно явочному листу, сейчас на заседании предустот 14 человек из одного члена Диссертального Совета. По специальности представленной диссертации, присутствуют 6 дикторов, но таким образом форум обеспечен и предлагается начать предзаседание Диссертального Совета. Есть ли возражения? Возражений нет, тогда заседание читаю открытым. Итак, сегодня на повестке в защите диссертации Монакова Владимира Валерьевича, директор по развитию ООС «Левожский логистический операций». Тема диссертации «Оптимизация распределения прибыли в интегрированной системе ритейлер-банк-скорбовщик при реализации прибитых товаров в кредит». Данная работа представляется на соискании ученых степени кандидата экономических наук по специальности 08003 на «Математические и инструментальные методы экономики». Работа выполнена на капелье математических методов в экономике Самарском национально-исследовательском университете имени Академика Сергея Павловича Королева. Научный руководитель доктор экономических наук профессор Кира Васильевна Иванович, заведующий кафедрой математических методов в экономике Самарском национально-исследовательском университете имени Академики Сергея Павловича Королева. Официальные оппоненты. Первый оппонент – доктор экономических наук, доцент, профессор федерального государственного бюджета образовательного учреждения высшего образования Первский национально-исследовательский политический университет кафедра информационных технологий и эффективных систем Долгова Елена Владимировна. Она отсутствует уважительной предприятий. И второй официальный оппонент – доктор дающий кафедра профессор Савинова Валентина Андреевна, профессор кафедра финансов и кредита Самарского государственного экономического университета. Ведущая организация – Тольяттинский государственный университет в Тольятти. Передаю слово ученому-секретарю для того, чтобы доложить держание кафедра с искательным материалом. Университет основной совет поступил в следующее документное заявление от Монакова Владимира Валерьевича с просьбой принять предварительное рассмотрение и защиту выполненной с этой тонной работы на этом оптимизаторе распределения прибыли в ингредиционной системе для Тейлор, Банк, Старпочек, при реализации предприятий товаров и предприятий Тольяттинский государственный университет в Тольяттинском университете в Тольяттинском университете. Университет в Тольяттинском университете в Тольяттинске джекotherм и в Тольяттинском университете в Тольяттинском университете Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok страховой компании, заинтересован власть за взаимодействием между собой. Фактически ритейлы заинтересованы увеличением кладероспособным спросом усилия. Банк заинтересован в расширении объема презентования, в торговш hasta interesHHHH estáнтересован в расширении объема страхования в жизни. Взаимодействующая сведа приводит к появлению сельно-связанной системы, так как взаимодействие в агентах является устойчивым и постоянно. На рисунке номер 2 приведена сельно-связанная ингредиционная система. Математически силосвязанная система по новинке будет система, в которой есть общая функция полезности. В данной работе рассматривается силосвязанная система. Банк и ритейлер заключили договоры о рене и рекоментировали договорными обязательствами своих взаимоотношений. В банке страховщик договорились все кредиты страховок. Фактически все проведенные исследования данной работы построены на том, что система взаимосвязанная агент является силосвязанной, а рынок каждого из агентов является рынком монополистической конкуренции. Процесс деления эффекта в случае силосвязанной системы проводится за счет совместных договоренностей, как называемых антонного мета-центра. В отличие от систем, представленных на рисунке 2, на рисунке номер 1 представлены слабосвязанные интегрированные системы. То есть договора между участниками системы имеют случайные и десистемные характеристики. Разные банки и разные страховые компании. Модель взаимодействия агентов природичной продажи и здоровых товаров предельных. Отметим следующий факт. Покупатель-поставщик в данную систему не входит. Покупатель-поставщик встроен через функцию спроса. Поставщик встроен через параметры закрученных теней. В функции спроса и предложения работа не рассматривается. Перечислить основные финансовые потоки, которые обменяются агентом системы. Ритейлор в пользу банка, вознаграждение банку, комиссия банка. Банк в пользу ритейлора, аренда ритейлора, кредитная выручка. Покупатель в пользу ритейлора, выручка не кредитная. Покупатель в пользу банка, первоначальный взнос, отношение кредита. Покупатель в пользу строковой компании, торговая премия. И строковая компания в пользу банка, торговое размещение, комиссия банка. Модель и оптимальный механизм ритейлера Модель и оптимальный механизм ритейлера Модель выбора действия ритейлера выражает задачу организации вектора объема продаж P1 То есть объема продаж ритейлеров внука по каждой товарной группе по критерию прибыли При обречении неотрицательности маржинальной прибыли по товарной позиции Целевая функция прибыли ритейлера определяется по N1 Утверждение номер 1 Оптимальный объем продаж ритейлеров, найденный по формуле 6, максимизирует функцию прибыли ритейлера в формула 1 Утверждение номер 1 Так раз в методике показательства построено нахождение первой-второй производной функции прибыли по IQ, то есть по объему продаж ритейлеров внука И подробно приведена презентация В модели оптимальный объемы продаж ритейлеров внука В рассмотренной диссертации модели объем страхования страховой компании равен объем председавания банка и определяется выражением 9 При этом Q1 выражением 9 является объем продаж ритейлеров внука Основная задача страховой компании популируется в следующем виде Определить эффект проблемы страхования бюла из условий максимизации функции прибыли при ограничении от неотлицательности во журнальной прибыли Целевая функция прибыли страховой компании определяется формула 12 Подтверждение номер 2 Оптимальный объем продаж страховой компании, найденный по формуле 15, оптимизирует функцию прибыли страховой компании формулы 12 Подтверждение номер 2 доказано в методике показательства аналогичных показательствах подтверждения номер 1 и подробно приведена презентация В модели оптимальный механизм банка Основная задача банка формулируется в следующем виде Определить вектор объема председавания бюл-при Из условий максимизации функции прибыли при ограничении от неотлицательности во журнальной прибыли Целевая функция прибыли определяется по формуле 20 банков Подтверждение номер 3 Оптимальный объем продаж банка, найденный по формуле 23, оптимизирует функцию прибыли банка формулу 20 Подтверждение номер 3 доказано, в методике также приведена в диссертацию пароль Непостроено нахождение первой и второй презентации функции прибыли по объему председавания Механизм согласования интересных Оценить эффект интеграции экономичных можно ставить финансовые результаты всех агентов системы при интегрированном и неинтегрированном взаимодействии Неинтегрированной системе, не договоренности или они приостановлены В интегрированной системе есть договоренности, есть согласованный план продаж Модель всеносвязанной системы описывается системой уравнения 27 Первое уравнение системы представляет собой критерий в праведливое состояние Второе уравнение примечения баланса эффектов Механизм распределения дополнительного эффекта определяется по формуле 29 Оптимизирует прибыль каждого агента При наличии в системе малых агентов, прибыль которых значительно меньше относится на прибыль у других агентов В данном случае это строковая компания Механизм в формате 29 дает отрицательный эффект интеграции для данных агентов При этом условии эффект интеграции рассчитывается по модификации Механизм в третий Анализ инструкциональных параметров системы Анализ инструкциональных параметров системы приведен в таблице 1 и 2 Таблица номер 1 представлена структура товароаппарата, полуэльдоратор и ОДНС в 2012-2014 гг. В работе рассмотрены 4 товарные группы Это телевизоры, крупно-бодовая техника, дью-медиа, мелко-бодовая техника Те дальнейшие расчеты приведены для данных товарных групп В таблице номер 2 рассчитаны средние показатели параметров предотвания В таблице номер 3 приведены на расчет лентального сприток предотвания Рассчитаны коэффициенты аннуитета Анализ таблицы номер 3 показывает то, что товарный кредит является высокодоходным Анализ динамических рядов цены объема продажа Представленные рисунки 6 графики, посчитанные регрессионные модели 31-34 Рассчитанные на табличный процессор Алексея по графике товарной группы Подтверждают то, что рынок кредитных организаторов является рынком монополистических конкуренций Представленные рисунки 7 графики и посчитанные регрессионные модели 35 Подтверждают то, что рынок кредитных организаторов является рынком монополистических конкуренций Представленные рисунки 8 графики и посчитанные регрессионные модели 36 Подтверждают то, что рынок торговой компании является рынком монополистических конкуренций Статистический оценок моделей В таблице номер 4 представленные статистический оценки регрессионных моделей Анализ таблицы номер 4 показывает адекватность и достоверность полученной диссертации моделей Анализ таблицы номер 6 представлены анализ фактически оптимальных объемов продаж таблицов Найдены по полочному цифрационной работе формулы по каждой товарной группе Таблица номер 6 представлена анализ фактического оптимальных прибыли таблицов Дисутствует из субстанных моделей В библии triangularес про продажи Таблица номер 7 представлен анализ фактических и оптимальных объемов производства и прибыли банк Таблица номер 8 представлена анализ фактического и оптимальных объема продажа прибыль с ручейка. Сравнительный анализ прибыль прибыли. На рисунке 10 представлено сравнительный анализ прибыль прибыли на агент относительно. Анализ расчета прибыль показывает существенное согласование опыта на подъемы продажи агентов в системе. Результаты распределения прибыли между агентами. Моделировать методики распределения эффекта в интегрировании системы ритейлеров в банках и тархачей показаны в таблице номер 2. Методика распределения эффекта интеграции включает в себя следующий этап. Определяется мета-центр в системе. В системе ритейлеров в банках и тархачей при первой, как агент в опционально связанной с конечными потребителями, является мета-центр. Агенты сообщают мета-центру информацию о значениях прибыли при опционах интегрирования системы и их индивидуальных опций. Мета-центр распределяет прибыль интегрирования системы между агентами по форму 29 и 30. В итоге в таблице номер 9 сформировано распределение прибыли интегрирования системы, предотворяющей условия неотрясательности и порядка эффективности. Выводы. Важнейший результат диссертации заключается в следующем. Сформированы и доказаны механизмы оптимального планирования объема продаж, регионов, предпущенных и банков. Разработана модель оценки эффекта интеграции агентов в системе. Сформированы и доказаны путем решения условно-экстремальной задачи механизмы оптимального распределения эффекта интеграции. Исследование модели позволило прийти к следующему выводу. Рассмотранные агенты для увеличения объема продаж интегрируются. Исследование динамической видов подтверждает приходит в золотом, что однокажденный из агентов является рынком мобилистических конкурентов. Анализ оптимального агента показывает заинтересованность банков в интеграции с ритейлами. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Хорошо, спасибо. Давайте тогда приступим к следующему. Спасибо. 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 В нашем случае, поскольку, еще раз, ритейл это тот агент, который взаимодействует с покупателем, да, он является нацентом, он является нацентом. То есть он выстраивает взаимоотношения с банкой, банка завоющаясь с торговой компанией, и они отговаривают с договорными обязательствами. Ну, то есть условия дальнейшего взаимодействия. Ну, то есть условия дальнейшего взаимодействия. Ну, это договоренно. Да. Первый момент, то есть максимально информативные эти периоды, да. Второй момент, то есть что наблюдается, ну, как сказать, рост кредитооборота существенного этого периода. То есть кредитного товарооборота. Первый момент, то есть информативные периоды, много публикаций, много данных по этим периодам. И второй момент, то что непосредственно эти периоды происходит максимальный рост кредитного товарооборота, увеличивается кредитный товарооборота. Какие условия будут наиболее благоприятны для всех. А где вы говорите, на 18-е годы? За 4 года, за 30-е годы, за 14-е годы. Насколько это объективно? В 12-14 годы. Потом у нас будет месяц. Со остальными 4 года, насколько это объективно? Насколько это объективно? Выгляды, которые выгляделы? Показательные модели. Понимаете, в моделях присутствуют два нормальные параметры, такие как кредитный старт, прежде всего. Они в эти периоды, скажем так, незначительно изменили. Они очень изменятся. В 14-е годы незначительно. И механизмы, которые мы разработали, с точки зрения эффекта распределения интеграции, не позволяют ее невелиму. То есть за счет изменения знаковых вставок, то есть вставок кредитования изменится оптимум банк. Это показатели. — Да. — Возможное время. — Да, если вы хотите, что это 18-е годы, у вас были предприниматели. — Да. — Составили, согласие, Великобритания, университет вопринга, 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 и так далее. То есть, у нас у меня есть свои деньги, существуют десерты. Да. Да. А вот такие вот были, которые у нас существуют. Ну, то есть, во-первых, работа готовилась, механизмы готовились, да? То есть, они были внедрены в 17-м году, когда работа уже была финальная стадия готова. То есть, наверное, это произведение, да? Ну, то есть, ну... Это как-то защитить. Это понятно. Ответственно, какой-то препятствий был готов. Александр Иванович. Попросы. Ага. Ага. Ну, конечно, у меня есть, horse horse по cũng, чтобы выбить введения. Просто вот эти санкции, принято, санкции я могу А тут больше степени, скажем так, это заинтересованность банка, не самого человека, который кредит берет. Это вот без разряда того, что существует понятие банка стартования, которое у 90-х не сидят. Какая банка? Да. Еще в какой момент, то есть только общение, как агент, он является малым агентом, но прибыль незначительно относится прибыль других участников. Тогда получается он будет не заинтересован в игроках, если его прибыль. С другой стороны, есть базы людей, которые там находятся в игроках, если только Александр Ильич, что они не знают, что они не знают, что они не знают, что они не знают. Я думаю, что мы это завершение, в чем в дальнейшем. Ну, почему? Вы знаете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 У вас есть показатель, чем измеряется, но риск тоже не показатель, чем измеряется. Это относительное максимальное значение прибыли 1 к максимальной прибыли. Просьба высказывать только для нас. Я не знаю, я вижу, Лариса Викторовна, хотя бы, да? Ну, давай. Мне кажется, мы даже просто очень простой. Наверное, не слышали, что он не забрал и уплатил NVIDIA. Наверное, какие-то согласования с вашими 17-ми делениями. Вы могли бы предложить эту реакцию, с помощью вашей сцены. И у вас как раз она стоит за действием, который он не уплатил. Их не за действием. Это совсем простой вопрос. Тут сущность заключается в том, что один ритейлер уплатил другой. Совершенно верно. К новому ритейлеру будет применяться такой же механизм, какая же модель. Какую модель с вашей работы можно использовать, чтобы их спасти? Можно? То есть практически значимость с точки зрения ритейлера? Это расширение кредитоспособного спроса населения. То есть, если будет человек, который в состоянии купить товар, то, соответственно, объем продаж у него будет увеличиться и прибыль. У него не пулили на голову. Дядя Марк перестался вставать. Он платил энергию. Так? Угу. Те разработчики, которые есть в вашей диссертации, могли его спасти? Дядя Марк. Я думаю, что да. Как не могли? За счет интеграции он получил дополнительный объем потребителей, которые являлись платежеспособными. Тем самым увеличенный объем продаваемый продукт, он же был поглощен за счет того, что у него получаются неудовлетворительные финансовые показатели. Правильно? Они из чего сформируются? Прежде всего исходя из того, что значит объем продаж ухвал, прибыль ритейлера снизилась. То есть он достиг такого состояния, когда ему будет не продать. С применением этих механизмов можно было увеличить за днем продаж и прибыль ритейла. Михаил Николаевич, вы тогда дали анти-вопросы. Задайте, пожалуйста. Вот действительно, у нас под запись все идет. Потому что... Но ты вроде бы понятно, да? Вы говорите, что вы распакливаете и вы стоите на антиристических средств. Конкуренция, как можно. Исследовать на пределы сохранения эффективности вашей модели. А если вы должны этот же вопрос поставить на валюту, скажите, с вашим, значит, что банкер выделяется новым. Я понял. Значит, вопрос... Ну, тут точно ответ надо такая, что в рассмотренном работе агенте действительно не конкурирует с другими. Ну, поскольку является продавцами на разных рынках, каждый из которых является рынком конкуристической конкуренции. А вот в дальнейшем, да, там, будет рассматривать даже конкурентое взаимодействие с другими подавцами. То есть конкретно в этой работе не рассматривать конкуренты. То есть в том случае, когда, как бы, вот этот эффект, в рамках идти пределимые... ...исследования. ...назадошного децидантизма. Так, да. ...сследования. И это вам сможет. То есть на этой базе можно, да? Да, да. Дмитрий Юрьевич, да? Добрый вопрос, пожалуйста. Я не могу сочетать что-то. У вас в тренировке обслуживание с днем, этого не важно. Есть... ...вотвещение. Вотвещение... ...что-то спалливое, с которого это... ...толго-меньшим, ...нимало. ...вотвеста. Это может изделия, с чем в этом... Вотвещение... ...вотвещение... ...добрый. ...вотвещение... 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 изменить точность просчета банка изменить. Вообще, это взято из реальных экономических процентов, может быть, страховой тариф, а может быть, по процентной зарплаты. Иначе рост банка будет невыгодно и страховать продукцию. То есть, если покрытие будет не с измерением, а с его затратами в той комиссии, которую будет платить страховой компанией. То есть, у вас оптимальное решение будет? Да. Итак, уважаемые коллеги, наверное, надо с вопросом заканчивать все-таки работу кандидатов, когда Борисович, пожалуйста. Да-да-да, пожалуйста. Эффект – это абсолютное значение, эффективность и относительность. А как это является эффективностью? Эффективность – это эквивалент, эквивалент. То есть, это отношение кандидатам здесь не такое. Ну, наоборот. – ДНК Billet Да-да. – Спасибо. – Уважаемые коллеги! Пролегаясь, вопросы на ответы не закончат. Пожалуйста, присажайтесь к тому, что Вы руководителю, профессор, доктор экономических наук, Герасиму Виквелу Завровичу. Пожалуйста. Это привело его к рассмотрению более сложной, новой научной проблемой, которая нашла отложение субстартной средней диссертации. В этом году я закончил точную сцену, потому что диссертат родился как заустремленный, губливый, ученый, облегчий ставить и решать новые наушные проблемы и по крайнейшим качествам я сейчас вполне подозрел для предметов техникум газа науки. Главное коллективную работу, отметим, что срокольности не вызывает сомнений. Работа прошла сроку обработки на ряде российской международной конференции, результаты были опубликованы в предыдущих диссертах, в том числе показащих и другого. Отметивая, что вот выступившие замечания, комментарии Костяна Николаевна по поводу пустоевцев данных, с одной стороны, рационарны, а с другой стороны, надо учитывать, что может быть представлен только опубликованные результаты. Но опубликованы были эти результаты именно на расчетах за те перспективные периоды. То есть большие статьи выходили в трестанции, но не были опубликованы именно представленные результаты. В целом, я рекомендую, значит, расцениваю работу положительно и полагаю, что действительный советский не ошибется, если голосует за присуждение, она будет мое руководительство в некоторой степени, ну да. Спасибо, Криколан. Криколан, чьи есть вопросы? Вопросов нет. Так, слово тогда ученому секретарю, чтобы ознакомить нас с отзывом ведущей организации и сделать обзор отзывов на авториферат. Уважаемые коллеги, ну вот так же здесь в раздаточном материале заключении есть обзор отзывов на авториферат, поэтому предлагается также, может быть, их все не зачитывать, а по ним ученый секретаря попросить делать это заключение по этим обзором отзывов на авториферат. У тебя согласны, возражений нет? Хорошо, тогда прошу вас в позык ведущей организации и обзор отзывов на авториферат. В позык ведущей организации отмечена актуальность сделанных диссертаций, актуальность заключается необходимость решения задачи оптимизации и взаимодействия в системе предпринимателей банков, которые управляющие критериями оптимизации, выступают прибыль каждой из участников системы. Также в позык отмечена научная визма, а именно следующие пункты. Отработаны оптимизационные модели лидера оптимизации банков, отражающиеся в связи критериям предпринимателей с параметами управления. Далее, полученные в основном механизме оптимального конкретного неактивного продажа агентов, разработанные модели расчета эффекта интеграции агентов в системе ретейловых пачек план, основанные на сравнении прибыли агентов при наличии отпуска интеграции агентов в систему. Получен в основном и в основном механизме автоматического распределения эффекта интеграции ретейловых пачек план, базирующихся на адрегированных критериях системы, в принципе, при категории функции, нормализованных значений прибыли агентов. Также в данном модели есть замечания по сферкционной работе. Первый, предложенные модели основаны на предположении рынково-потребительского банковского ретейлов как рынок на монополистической конкуренции, однако, если часто конкуренция снизится, товары станут менее дифференцированы, то эти рынки будут перегохожены, для которых должны поверенять модели всего или или. Второе, свое отмечание, в работе актера знаков достаточно широко сферкционной группы потребительских товаров, при этом в моделях взаимодействия между агентами не учитывается в сезонный спрос по каждой ассортиментной группе товаров. Третье, заключение, разработанная актера модели базируется на предположении стабильных каналов, кроме актера и товаров банковских и торговых условий, которые могут нарушить в условиях макроэкономических кризисов. В заключении указано, что с теста отгруженной степени работы на высоком уровне работающей на актуальные задачи работают с аферским паспортом с питанием с панельмозного на 13, на 15, на 15, на 15, на 15, на 15, на 15, на 15. на 15, на 15, на 15, на 15, на 15, предоставляет соискателя Владимир Валерьевич, пожалуйста, ответить на замечания, которые были в этих пользах предыдущих и узнавших. на 15, 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 университет от ведущей организации под номер 1 и 2, от Бачкова Владислав Waliaveva доктор экономических наук, от Балаша Владимир Алексеевича от Госилова Валентин Васильевич доктор экономических уник 1 и 2, от доктора экономических наук Семеновича Егенина Валерьевича. То есть с этим еще раз замечания мы согласны, они определяют управление дальнейших следов. Да, просьба по оппонентам не говорится, по ответственным замечаниям, потому что оппоненты будут потом, и вы должны будете выступать по оппонентам. То есть сейчас конкретно? Сейчас только ведущие и отзывы на 3 пиратов, чтобы не добавить просьбы, да, выбрать. Хорошо. Тогда текущий вот ряд замечаний уточняет ограничения, которые мы ввели в разрабатанной моделью механизмов, поэтому мы с ним согласимся. К ним относятся замечания, поступившие под номер 2, от Валаша Владимира Алексеевича, доктора экономических наук, от Рудакова, от Курсы Суреновича, доктора экономических наук, под номером 1 и под номером 2. И следующий перечень замечаний подготовлены аргументированные ответы, я тогда сочетаю их полностью, и, соответственно, замечания и ответы, которые мы предоставили. Замечание поступило от Плачкова Владислава Валерьевича, доктора экономических наук. Несмотря на то, что автор неоднократно подчеркивает эффективный рынок монополистической конкуренции, который относится рынок и дорогостоящих потребительских товаров, приведенный в авторепират экономико-математической модели, это особенность, на первый взгляд, никак не учтена. Не рассматривается конкуренция ретера с другими продавцами, а спрос представляется в виде убывающей степенной функции, что, вполне возможно, на монополе будет. Ответ на замечание. В рассмотренном работе агенты действительно не конкурируют друг с другом, поскольку являются продавцами на разных рынках, каждый из которых есть рынок монополистической конкуренции. Поэтому в дальнейшем исследовании будет рассматриваться также и конкурентное взаимодействие с другими продавцами того, как услуг аналогов. Следующее замечание поступило от доктора экономических наук Плачкова Владислава Валерьевича под номером 2. В связи с этим неясно, почему в качестве управляющего параметра для ретейлера рассматривается объем продаж и цена. В принципе, ставки по кредитам и ставки знаковых премий могли бы выступать в управляющих параметрах и для банков и для ЧК соответственно. Ответ на замечание. Объем продаж и цена связаны с однозначными пунктами. По задаче оптимального планирования ассортимента в рассматривании сцентрации традиционно будет принимать объем как параметры управления. Следующее замечание поступило от доктора экономических наук Плачкова Евгения Валерьевича под номером 1. Полученные соискательные регуляционные модели с точностью декерминации от 0,57 до 0,74 говорят о наличии неучтенных моделей факторов великоственно показывают на присутку исключаемых процессов в моделируемом взаимодействии. Требуется пояснение снискателя возможных причин при высокой величине и цен на пульминат. Ответ на замечание. Прежде всего это наличие сезонного спроса, наличие признаков явлений связанных с внешнеэкономическими санкциями в анализированный период премий. И второе замечание также от Семеновича Евгения Валерьевича вступило. В утверждение автора страницы 10. Подстроенные прибыль спроса были информированы на основе динамических рекордов ценных спроса. Аналогичное утверждение присутствует на странице 11. Абдерферат относительно регрессионной модели процентной ставки. Вызывает сомнение, корректность преобразования автора на изменениях во время их казательств и технической зависимости, так как факторы внешней следы в различные моменты времени в условиях современной регуляции экономики существенно отличаются. Ответ на замечание. Данное согласно используем упрощающие предложения в неизменности прочих факторов спроса. Заходы поселения, вкус торопителей и прочее. Исследованы в ретроспективном периоде. Однако это единственный доступный метод пограждения непопереческих прививков. Все по замечаниям. Вопросы к соискателю есть. Просто в них они приемлемы. Кург backyard. Вопросы б 것은 економический университет, только экономический вопрос, и с кумалом. Такое место кÜ jungeсть. Продолжение следует... 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 Но несмотря на то, что в общем-то работа не понадобилась и ее значимость оказалась, я хотел бы отметить некоторое удостовольствие. Ну, во-первых, актами работы не принадлежны механизм для восстановления организма в системе, рассматривая перехозитов в случае низких внедрений в основной экономики, которая сопротивилась сегодня человеком для воспоминания 2100 годов. На самом деле, вот эта сестра у меня. Проект какая-то. Дарья, повторяю. Разработанная автором методики кодушного творчества и дистанции. Как товары диагностируют персональный, членовый, как товары десктываются. Ну, тем не менее, тем не менее, вот я, может быть, не совсем антифермы в этом, но мне кажется, что эта ответка с точки зрения финансовой системы, кредитной системы, она очень интересна, полезна, и если она сможет сработать, то это будет, наверное, очень невозможно. Поэтому, поэтому, я считаю, что работа имеет оптическую значимость, она интересна теоретически, она на этом уровне дала экономический эффект, и, ну, а в этом случае свои научные навесные, вот, она отличается. Поэтому, я считаю, что работа имеет оптическую значимость, и, ну, а в этом случае, возможно, произвести на плане практически, как правильные показатели. Так, уважаемые члены, есть ли вопросы к своему оппоненту? Вопросы нет, я не смотрю. Пусть будет, скажите. Клоун тогда соискатель. Вот сейчас как раз просьба выступить с ответами на замечание именно оппонента. Зачем? Замечание? Ну, кратко, может быть, казать, как его оно, или нет, или нет, или нет. Замечание давно у Юлия Владимировна, оппонента. Замечание под номер один. В работе монах по ВВВ автором не учитывается риск, связанный с критическим явлением национальной экономии, а также изменение государственного налога и антиинфекционной политики, которые могут произойти к мнению оптических деталей. То есть, для чего равновесие системы может нарушаться. Ответ на замечание. Предложенный механизм воспределения ЭКО позволяет рассчитать согласованную силу примера агенток системы, так самоостановить равновесие. Замечание под номер два. Предложенный модель методика базируется на том, что рынок агенток представляет собой рынки мерополистической конкуренции. Ответ на замечание. Да, замечание согласное, это определяет направление дальнейших исследований. Замечание номер три. Предложенный автор модели, сформированный с учетом низких процентов ставок от потребительства кредит. Пусть возникновения на экономическом кризисе, так и от потребительства кредита могут быть в существенными меньшими. Как следствие, эффективность внедрения должен быть в итоге. Ответ. В существенный рост ставок от потребительства кредита довольно нескольких десятков процентов, когда он приведет к унижению точности расчета в оптимум банку. Однако такие высокие ставки маловы вероятны в современной экономике России. Замечание под номер один. Савинова Един Андреевна. Автор работы и предложил механизм восстановления равновесия в системе ретерных антрофит в случае кредит в явлении национальной команды и, опять же, в случае, как опортинистического поведения какого-либо из агентов системы. В условиях экономических кризисов, приводящих к изменению цифрового генов системных равновесия, устанавливаясь через предположенный механизм распределения эффекта, в случае как опортинистического поведения какого-либо из агентов системы, его прибыль будет не максимальной. В этом случае рассмотренная диссертация доминирует такой поведение. Замечание номер два. Разработанная методика заложит рождественные центры для реализации ретерного товара в кредит на наличный расчет. Мы с этим отзывом согласны к упрощению реальности, относящейся к ограничениям применяемости моделей. Замечание номер три. Как известно, долгостоящий товар в кредитном пользовании характеризует сезонный пик и спрос в рамках каждой астротиканты. А то диссертация вот. Тайровой семьючит, где данное настоящее. Да, мы с замечанием тоже согласны, но это выделяет управление дальнейших, скажем, ведущей организацией. Замечание номер один. Не надо, да? Тогда все. Все, да? Вопросы, есть ли соискатели по поводу его ответа? Ну-ка. Хорошо. Пожалуйста. Значит, теперь у нас должна быть дискуссия, уважаемые коллеги. Кто желает выступать? И после субъектов этой ретерии, бабки, скоро все несколько читаем. Мало того, что надо еще как-то раскрыть оптимально между ними в риме, чтобы каждый был заинтересован в своих действиях, чем совместно в своих действиях. В чем минус, который прозвучал сегодня на работе? По работе я, как бы, тоже немножко объяснил ситуацию. Значит, ну, минус первый заключается в том, что, действительно, права Татьяна Николаевна Жаталова о том, что работа выполнена до 2014 года и то, что данные как бы устарели. Ну, этот вопрос, в общем-то, поднимался на МТС, и, в общем-то, эти вопросы принимаю я в период исследования и список публикаций. И Михаил Иванович, потому что руководитель на это дело обращался с вниманием, что необходимо дело подправить. Но почему-то это не было исправно в этой реферации. Хотя, с другой стороны, если брать по-крупному, то вот эти вот исследования, они нам предоставляют только цифры, в общем-то, для математического аппарата. И, в общем, если, допустим, цифры будут одни, то будет некоторое расхождение результатов, а цифры будут другие, то, естественно, что мы получим другой результат. Но, в целом-то, ведь, ситуация в чем, что модель апробирована этих цифрами. Модель есть, модель нормально работает. Вот. Единственное, что я хотел бы ответить, тот момент, то, что СССР не ответил на мой вопрос. Вот по этой традиции он не пытался объяснить то, что, ну, это эффективность. Нет, это какой-то, все равно не эффективный. Эффективность в экономике по-любому определяет соотношение результата и затрат. Значит, хотя эта цель заявлена в работе, но она не посчитана, никакие результаты эффективности не посчитаны. Мало того, посчитан эффект, и тоже непонятно, каким образом он посчитан, потому что ни одной формулы не приведено. Ну, формулы математических моделей приведены, формулы математических моделей обоснованы, ничего не скажешь. Вот, поэтому вот такой вопрос, вот такая ситуация у нас сложилась. Ну, я, в общем-то, основываясь на том, что все-таки специальность 13-я, 13-я, я считаю, что в работе состоялась, я буду голосовать «За», и вам предлагаю тоже проголосовать «За». Спасибо. 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 Кто еще ожидает? Экстер, я буду голосовать. Спасибо. 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 В принципе. Тоже стандартная схема. Автор ее меняет соответственно под свои задачи, цели. И соответственно под этой уже глобальной схеме он формирует отдельные модели для каждого кислотогена. В принципе, что на мой взгляд в этой работе является интересным усмотрением, это подтверждением. Утверждение 1 на хайде в возле утверждений 2, на страницы 10, на страницы 12. Ну, вот это несколько необычных может быть для нашего пистолетов, для Самары, но, конечно, в Москве это очень приятно доказывать лемба и утверждений на основе этих моделей. Поэтому для меня, конечно, данная диссертация была очень, скажем так, интересной. Но, коль возникла дискуссия с 10-х годов, там динамик 12-14 год, на самом деле, конечно, печально, что автор не показал более свежие данные за 12-16 годов, я тоже не совсем понимаю, что нельзя было это сделать. Единственное, что могу сказать, что эти годы и динамика никакого отношения к тому, что мы из них не имеем, то есть она не влияет некорректно в трудные годы, в принципе, на те выходы, которые делает автор. Его задача была построить модели, на них продемонстрировать расчеты. Даже если это был бы кризис и негуточные годы, модели в любом случае должны работать и должны показывать, там, допустим, отрицательный эффект, если он даже есть, если будет, то не сработать, то они должны показать, что это было. Поэтому, в принципе, это, ну, вот именно, который важен, на самом деле, для данной работы. Безусловно, у меня тоже были вопросы, которые меня интересовали. Это вот слайд 17 и сенатки, как на основе анализа динамических рядов цены объемных продаж, был сделан вывод о моноплистической конкуренции. Автору был задан этот вопрос. На мой взгляд, тяжелее, он его не раскрыл. Мне, конечно, хотелось бы услышать, что было на ответ, и, конечно, с ним подискутировать, как не было бы, да. Поэтому, конечно, у меня есть, скажем так, ответ сомнений и возражений вокруг того, как он на ответ был. В целом, могу сказать, что работа состоялась, получил интересный результат. И для меня интересный результат, кроме доказательного подтверждения, который результат на плакате показан 23, когда три модели показывают четкое несохватение прибыли, когда необходимо проводить как раз взаимодействие, необходимые мета-центры. Я тоже, опять-таки, не согласен с автором. И, правда, в дискуссии могу это высказать, что таким мета-центры может быть, допустим, ритейлер, может быть банк-ритейлер, например. Мне кажется, зависит от того, от масштаба системы. Можно смотреть, может, это тем, как мы рассматриваем. Один ритейлер, один банк, возможно, да, главным будет являться ритейлер, который может управлять или выступать в качестве мета-центра. А если банк один или несколько ритейлеров, может быть, обратная ситуация. И так же, что автор, может быть, упомянула какие-то варианты, может, обид. А такой системы, когда уже несколько лет. В целом, хочу сказать, что работа мне понравилась. Она мне понятна на сегодняшний день. И я вам это повторю. Спасибо. Ну, сами коллеги, есть еще кто-то, кто желает дискуссии? Ну, тогда давайте закончим дискуссию. Дадим слово тогда соискателю, Владимиру Валерьевичу. Отключите их слово, пожалуйста. Краткое. Краткое заключительное слово. Уважаемый научный совет. Уважаемый научный совет, я хочу грузить негода. Всем вам за принятие участия на рассмотрении моей дисциплинационной работы. Надеюсь, вы положите решение по своей дисциплинационной работе. Спасибо вам большое за интернет. Да, хорошо, спасибо. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Советы дисциплины у нас именно очень. Да, уважаемые коллеги, мы вот после исключительного слова нам не пойдем перейти к тайному голосованию. И мы будем перейти к тайному голосованию. И мы не будем перейти к тайному голосованию. Так, предлагается Иванов Демитриевич. Четная комиссия. Чебык Деммайя Владимировна. Уважаемый госпитал. Уважаемый госпитал. Сама кто-то есть? Нет. Все согласно. Кто за? Сообщей этой комиссии. Хорошо. Кто против? Поддержался. У меня тогда просьба всем гостям, заискателям, руководителям, выйти ненадолго. Соответственно, счетной комиссии провести процедуру к тайному голосованию. Я прошу тогда счетной комиссии озвучить результаты к тайному голосованию. Уважаемые коллеги, с институционного совета, члены Совета, я хочу разрешить запомогнать эти результаты, на которые, в результате счетной комиссии, в котором мы получаем, в котором мы получаем. Доставка комиссии, планов, посетов, членов, по результатам. В результате комиссии получились следующее. Присутствовали у нас заседания 14 с членами Совета, до 4-го коробка, профилю, развод, по 5-6. Прозвану на 14, осталось на 18, 7. Оказалось на 14. Результаты администрации от посуждения ученой степени инфекционно-экономических коробок, Аманахну, Владимиру Валерьевичу, за 12, против, два, недействительных коробок. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Подписываться. Продолжение следует. Владимир Валерьевич, Мы Вас поздравляем. Да, В большинстве голосов. Да, Все у Вас хорошо, не волнует. Поэтому, давит Павел Валерьевич, давайте подклупим. И было Павел Валерьевич, 15 лет, когда мы ушли и я так понял, Да, Вот результат. Поздравляю вас.